Предоставляю вашему вниманию канал Brulio of Play. Всеми любимые сливы админок и лидерок, а также и обычные летсплеи ждут тебя здесь. Парень старается над каждым своим видео и заслуживает подписочки. Ссылка в описании. Салют, братички и стрелки, микрофон и мистер Кей. И неужели я собрался разоблачать собственное шоу доход с доната и раскрыть все карты? Конечно же нет. Сегодня же мы посмотрим то, с чего еще на ютубе не было ни разу. Сегодня я вам покажу то, благодаря чему у меня получается анализировать информацию и выдвигать те цифры про чистую прибыль проектов, которые я собственно и предоставляю в выпусках своего шоу. Давайте попробуем собрать на этом видео 500 лайков, чтобы следующие выпуски выходили быстрее и еще интереснее. Что же, я нахожусь на сайте UnitPay и сегодня вместе с вами посмотрим на статистику по тем проектам, которыми я занимался. И собственно расскажу, как же я определяю доход с доната на других проектах, благодаря этой статистике. Опираюсь я в первую очередь на нее и во вторую очередь на своих старых информаторов. Но это наверное тема для отдельного выпуска, поэтому 500 лайков и он будет. Что же, находимся на сайте UnitPay, это платежная система, которой я и пользовался. Здесь у меня есть два проекта активные, которыми мы пользовались. Это gtamultiplier.ru, который собрал почти 200 тысяч рублей за, можно сказать, 4 месяца активных. И Stone Roleplay, который собрал почти 61 тысячу, где-то за 2,5 месяца. Я, честно говоря, не помню какой тут срок, мы это все сейчас посмотрим. Очень давно не заходил на этот сайт, с момента закрытия StoneRP, поэтому мне даже самому будет интересно посмотреть, что же тут и как было. Что же, давайте заходим на gtamultiplier.ru и вобьем даты его работы. К сожалению, нельзя посмотреть за все время, тут нет такой возможности, поэтому придется немного покликать. Открылся у нас проект в июле 2014 года, поэтому давайте вот применим такой диапазон дат и найдем информацию. Информация не нашлась, давай попробуем еще раз, возможно я что-то неправильно сделал. С июня, с июня 2014 года мне нужна информация, применить. И она почему-то не применяется. Вчера, прошлый месяц, а диапазон дат я почему-то выбрать не могу. Сейчас попробуем еще раз. Сейчас попробуем еще раз. А, все, я понял, надо было выбрать число, конечно же. Так, ну что же, и найти, и найти. Что же, тут даже больше, кстати, почти реально, 2000. То есть, это без учета комиссии, а это уже с учетом комиссии. Было 2197 платежей, но это нам не интересно сейчас. Что же, давайте посмотрим. Что же, давайте посмотрим. А что нам надо, собственно, посмотреть? Нам нужно посмотреть, собственно, прибыль. Вы, кстати, можете посмотреть, сколько людей клали. Вот 20 рублей клали, 284 рубля клали. Здесь есть и с ошибками, и без ошибок. Я не знаю, как отфильтровать. Честно вам, признаюсь. Можно платеж искать. Наверное, нужно вбить... Что я вообще хочу вам показать? Ну, хочу вам показать то, что мы заработали почти 200 тысяч за 4 месяца. И, наверное, надо все-таки эти 4 месяца вбить. Потому что... Давайте так поступим. Давайте поступим так. Сейчас я выберу диапазон дат, когда мы реально работали. То есть, с 5 июля, когда мы открылись, с 2014 года, по... Мы где-то работали по октябрь, до первого закрытия. Так же давайте возьмем по... 31 октября. 31 октября. Точно не знаю, какие там даты были. Вот, 150 тысяч. 150 тысяч за, получается, 4 месяца работы. Что же. Можно посмотреть поближе, конечно. Здесь количество успешных платежей показывается. Лучше бы показывал у себя будет доход, честно говоря. А то так не очень удобно. Ну вот, на 41 страницу давайте перелистнем. Посмотрим, сколько мы заработали в первый день. Вот, 5 июля. Много платежей. 609 рублей, видите, 300 рублей нам положили. 10, 336, 50, 73. В первый день, за момент открытия, мы заработали порядка 8 тысяч. То есть, представляете. Ну, вообще, не знаю, как здесь смотреть точнее. Давайте определимся на том, что мы заработали 150 тысяч. 150 тысяч за 4 месяца. Легко можно поделить 150 тысяч на 4. И получается, в месяц, в месяц мы зарабатывали по 37 тысяч 500. Ну, это, конечно же, очень средняя информация. Потому что в реальной, в реале, в первые месяцы мы заработали, конечно же, больше. Потому что онлайн у нас потом начал стремительно падать. И вот оставшиеся там 50 тысяч заработали уже где-то в последние полтора месяца работы. Но там у нас все вообще печально было. Были и топовые донаты, и не топовые. Кстати, напишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть из этого. И если мы наберем 500 лайков, то я разберу что-то более конкретное из нашей прибыли. Потому что я как бы не был готов к тому, что именно показывать. И не был готов к тому, что здесь будет все так отображаться. Я думал, все как-то будет иначе отображаться. Поэтому не знаю, что именно вам показывать. Показал вот, например, расчет, доход наш за 4 месяца работы. Давайте посмотрим доход с дата на Stone Roleplay. Stone Roleplay это наш второй проект. Был менее успешным. Менее успешным. В разы менее успешным. Как вы можете понимать, 60 тысяч это вообще очень плохо. Тут мы работали в прошлом году. Где-то, допустим, возьму с августа. Я не помню, какие часы мы там работали. Давайте возьмем с августа по, не знаю, ноябре. Конечно, мы там меньше работали, но ничего страшного. Вот. Последнее было... Непонятно, когда было. Ну ладно, неважно. Неважно. Много ошибок здесь. Вот тоже квали по 150 рублей, по 233, по 10, по 39. В общем, разные суммы приходят, как вы можете видеть. И, собственно, это маленький серий. А вы можете представлять, что происходит на большом. Как вы можете понимать, вся эта информация приблизительная. И чем круче проект, тем он крупнее, тем сами вот эти моменты пополнения, они отличаются. То есть люди будут класть более большие суммы за раз. То есть вот, допустим, кладут 25 рублей, вот 500 рублей положили, 45, 35. На более крупных проектах могут класть чуть ли не каждый донат по... Где тут было? По 140, там, по 200, по 180. То есть это норма. Так что, надеюсь, вы убедились, что... Здесь, конечно, я очень образные суммы взял. Здесь около двух месяцев работы. То есть, ну там у нас, конечно, такое все было. Что же, надеюсь, я вам показал все-таки то, на чем я основываюсь. И еще раз напомню, что такой информации на ютубе еще ни разу не было. То есть я реально первопроходец. Надеюсь, вы поддержите меня лайком. Повторяю, набираем 500 лайков. Пишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть более подробно. Может быть, даже вам показать расходы, какие у нас были. Скажу сразу, со Стоуна мы почти ничего не получали. Там мы все тратили на рекламу. Но все было крайне печально. На стримах я очень много про это говорю. Вот. Ну что же, ребята. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, я убедил тех, кто не верит. И тех, кто не будет верить дальше, я буду отсылать на это видео. Какой же реальный доход на проектах. И то, что моя информация, она реальная. Реальная. А, я забыл сказать, какой у нас был онлайн. Все. Вся эта прибыль была при онлайне от 100 до 150. Вся эта прибыль была при таком онлайне. То есть онлайн реально маленький. Ну там в первый месяц работы у нас было почти 200. Но это такое. Там он стремительно падал до 150. Вот. Ну что же. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. И удачных вам игр, ребята. ПОДПИШИСЬ. Продолжение следует... Продолжение следует...